Здравствуйте! Сегодня я представлю вам 12 самых замечательных крупноплодных томатов. Итак, русский размер. Удивительный томат на самом деле. Растение высокорослое, позднеспелое, размер плода достигает 400-600 грамм. В кисти формируется 3-4 плода. Но самое интересное, что если вы в кисти будете дозировать количество завязей, то один плод может достигать до 2 килограмм. Плод имеет плоско-округлую форму, ребристую. Плод многокамерный, до 30-40 камер. Очень вкусный, с салатного назначения. На один квадратный метр мы можем посадить максимум два куста и выход плодов с одного куста где-то 5 килограмм. То есть вот такой замечательный сорт. Обратите на него внимание. Фунтик F1 – самый вкусный крупноплодный томат. Это средне-поздний гибрид, с момента высадки это 120-125 дней. Масса плода 180-220 грамм. В одной кисти формируется 4-5 плода. Плод очень красивый, сочный, необыкновенного вкуса, нетранспортабельный, салатного назначения. На одном кусте мы можем собрать урожай до 5 килограмм. Высаживает два растения на один квадратный метр. Следующий томат, с которым я хочу вас познакомить, F1 гибрид, название битюк. Это самый крупноплодный гибрид. Гибрид средне-поздний, с момента высадки 115-120 дней наступает плодоношение. Масса плода 180-220 грамм. Очень вкусный, салатного назначения, красный, яркий, без всяких зеленых вкраплений, устойчив к основным вирусным заболеваниям. Сажаем на один квадратный метр три растения, выход в килограммах с одного растения 5,5 до 6 килограмм. Предназначен для выращивания в зимних и пленочных теплицах. Еще один томат, с которым я хочу вас познакомить, под названием джейн. Удивительное сочетание низкорослости и скороспелости и урожайности. Высота растения до 80 сантиметров. Срок созревания до 180 дней. Урожайный, крупноплодный. Плод достигает 200 грамм. Предназначен для выращивания в открытом грунте, тоннелях и под временным пленочным укрытием. Урожайность составляет 6 килограмм с одного растения и устойчив ко всем вирусным заболеваниям. Следующий томат тоже с красивым женским именем. Акулина. Это тоже низкорослый томат, высокоурожайный. С одного растения мы можем собрать до 6 килограмм. Вкусовые качества томата очень высокие, вкусные, салатного назначения. Томат может выращиваться в пленочных укрытиях и в открытом грунте. Масса плода достигает 250 грамм. Очень красивый плод. Еще один томат, тоже с женским именем и тоже низкорослый. Это пелагея. У него отличительная черта по сравнению с другими томатами с женскими именами низкорослыми. У него очень мясистый сладкий плод. Плод достигает размера где-то 220 грамм. Урожайность с одного куста это 6 килограмм. Томат низкорослый. Высота его тоже 80 сантиметров. Предназначен для выращивания как в открытом грунте, так и пленочных типов. Еще один удивительный томат под названием толстушка. Удивительное сочетание урожайности и низкорослости. Высота томата 80 сантиметров. Урожайность с одного куста достигает до 6 килограмм. Масса плода 220-250 грамм. Очень вкусный томат. Сладкий, красный, мясистый мякоти. То есть и устойчив тоже ко всем вирусным заболеваниям, к основным. Следующий томат, заслуживающий вашего внимания, под названием, под смешным названием толстые щечки. Масса плода 150-200 грамм. Великолепного вкуса. Мясистый, ярко-красный, среднерослый томат и среднеспелый. Предназначен для выращивания в открытом грунте, тоннелей и теплиц. Ценится он за хорошую отдачу урожая и за устойчивость ко всем вирусным заболеваниям. Отдача с одного растения до 6 килограмм. Еще один томат, который я тоже хочу с вами вам представить, под названием горлинка. Удивительное сочетание вкусовых качеств, высокой урожайности. В одном соцветии может налиться 5 плодов, 5-6 даже плодов с массой 200 грамм. Представляете, во-первых, это очень красиво и в то же время эффективно. Высокорослый томат, высокие очень вкусовые качества. С одного растения мы можем собрать до 7, даже 7,5 килограмм. То есть это высокоурожайный томат. Еще один томат под названием румяна. Очень крупные плоды. Предназначен для выращивания в теплицах. Масса плода составляет 250-300 грамм. Очень урожайность. С одного куста мы можем собрать до 5 килограмм. И устойчив, самое главное, что к основным вирусным заболеваниям. Плод необыкновенно вкусный, сочный. То есть для салатного назначения. Еще один гибрид, который просто меня покорил своей урожайности. F1 краснобай. Растение индетерминатное, то есть с неограниченным ростом. В южных регионах можно выращивать как томатное дерево, наверное. В плодоношение вступает 120 через 120, через 125 дней. Плод плоскоокруглый, ближе к круглому. Плоды свыше 250 грамм. Плод в незрелом состоянии, светло-зеленый, без пятна. При созревании абсолютно красный. Устойчив к основным вирусным заболеваниям. И внимание, урожайность. 40 килограмм, только не с одного куста, а с одного квадратного метра. Вот такой необыкновенный гибрид. Еще один томат, с которым я хочу вас познакомить в обязательном порядке. Он меня тоже покорил, мое сердце. Это гибрид с названием киржич. Он очень, то есть это новый, высокопродуктивный, среднеспелый гибрид. Вступает в подношение где-то 110-115 дней. Высокоурожайный очень. Растение среднерослое. Плоды гладкие, плоскоокруглые, ярко-красные, с глянцевой кожицей, прочные, с сочной мякотью, приятным вкусом, не растрескиваются, не подвергаются вершинной гнили. Зеленые плоды имеют темное пятно вокруг плодоножки, которое исчезает после созревания. Масса плода в среднем составляет 160-180 грамм. На первых кистях некоторых экземплярах могут достигнуть 200-250 грамм. И даже до 300 грамм. Отличительная черта, что в кисти все плоды выровнены. Это вот вообще редкость для гибридов. Он обладает высоченной транспортабельностью, переносит на перемещение на дальние расстояния, не теряя своего товарного вида. Плоды могут завязываться даже при самых неблагоприятных климатических условиях. Это удивительное, конечно, сочетание качества и такой высокой урожайности. С одного растения мы можем собрать, внимание, до 14 килограмм томатов. Берите на вооружение и оставайтесь с нами. Всем пока!